Впервые за 15 лет есть результат, а не обещание. Ранее, 19 октября, глава региона поставил городским чиновникам жесткие сроки. До конца недели устранить проблему подачи тепла в доме номер 85 по проспекту Нариманово. Сегодня новая управляющая компания, которая взяла шефство над общежитием, сообщила, тепло поступило во все квартиры. Трубы изношены на 90% были. Все свищи появлялись при каждом запуске. Дом мы пытались запустить семь раз. Каждая из этих попыток заканчивалась порывами. Напомним, 22 сентября коммунальщики отказались решать проблему подачи тепла в дом. Управляющая компания бросила 190 человек на произвол судьбы. Именно столько жильцов осталось один на один с холодными батареями. Сейчас одной проблемы меньше, однако дом не знал капремонта с 2005-го. Нерешенных вопросов накопилось немало. Осмотрели весь дом, да? Да. Какие работы будете ближайшие время выполнять? У нас проблема с канализацией, соответственно, мы идем на замену лыжаков. Проблема с холодным горячим водоснабжением постоянная. Мы идем на ремонт. Сегодня уже ребята... По канализации, выпуска из дома, их два, они переломлены. И вся канализация, которая из дома собирается, она все остается в подвале. Из-за этого, собственно говоря, у нас за лето такое ускоренное разрушение центрального отопления и произошло. Алексей Русских отметил, ждать времени нет. Приступать к ремонту нужно уже сейчас. Содействие окажет фонд жилищно-коммунального комплекса. Основные работы планируют завершить до конца этого года.